Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. К тому же условия для прохождения службы в российской армии с каждым годом становятся все лучше, а страх и недоверие все равно есть. Об осеннем призыве говорим с военным комиссаром Рязанской области Владиславом Деевым. Все мамы, девушки призывников будут переживать, как их обеспечат, куда их направят. Вот все ли готово для этого? Я думаю, что переживать давно-давно уже не надо. Призывники сейчас получают у нас форму одежды, полную комплектацию летнее и зимнее. Плюс они еще получают у нас набор, личные гигиенические наборы, порядка 19 или 20 номинований. Но меняется сама молодежь, меняются отношения, привычки, сложности? Меняется не только сама молодежь, меняется жизнь наша, меняется законодательная база призывная некоторым образом. Поэтому все направлено сейчас, по крайней мере, государством сделано все, чтобы поднять престиж вот этой службы по призыву. Вы сказали, что повысить престиж. Вот чем это престижно сегодня, чтобы молодежь послушала вас, поняла, что не все так страшно. В апреле с 1 января этого года вступил в закон, в действие закон, который говорит о том, что без службы по призыву нельзя занять должности на госслужбе. А госслужба у нас это не только работа в администрациях, да? Ну, скажем так, престижная работа. Хорошая престижная работа. Ну, как, будем так говорить, достойная, стабильная, стабильная работа, да, на государство. Потом есть очень много таких, как они сейчас можно называть, социальные лифты, да? То есть тем, кто отслужил в вооруженных силах по призыву при условии наличия ходатайства, то есть достойных характеристик командира части, ходатайства начальника отдела муниципального военного комиссариата области, а мальчишке есть возможность поступать в высшее учебное заведение. Один год отслужить, и тогда все двери будут открыты в будущем. А вот какая-то предварительная подготовка этому предшествует, чтобы человек не сразу поменял одну жизнь на другую, потому что даже жизнь по уставу, она сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Много ребят одного примерно возраста, да, но с разным образованием и с разным воспитанием. А цель у них одна. Цель одна, и надо в этом коллективе научиться, уметь, вернее, не научиться, а уметь занять свое место, чтобы быть, так сказать, не в обузу никому, а только помогать коллективу дальше развиваться. Поэтому, конечно, подготовка идет, и у нас в области она, ну, будем так говорить, на хороших колесах стоит подготовка. Буквально вот в пятницу Центр и общественная организация Боевого Братства провели так называемую военно-спортивную игру «Зорница», где присутствовало 12 команд с нашей области. А с каким посылом приходят ребята молодые? Они понимают важность армии, подготовка какая-то? Ну, вот на «Зорнице» ребята, те ребята, которые пришли с командами на «Зорницу», они, конечно, все понимают все это дело, потому что они действительно, у них и глаза горят, и желание есть послужить, и одеты они в форму, это уже к чему-то обязывает. Тем более «Зорница» проводилась на территории учебного центра нашего доблестного училища ВДВ. У других, конечно, настроение бывает, ну, я так думаю, что разное, но вот отдать должное нашему центру до призывной подготовки, они разработали программу учебную, которая позволяет более углубленно изучать такие предметы, как основы военной службы. Назвали программу «Школа будущего солдата», и вот в этой «Школе будущего солдата» у нас уже порядка, там, чуть больше тысячи человек, если я не ошибусь, и даже, может быть, больше, ребята отучилось, то есть углубленно изучили все основы военной службы. Но это в основном ребята, которые проходят обучение сейчас в техникумах, ну, как по-старому мы говорим, техникумы, ПТУ и так далее. После призыва первых выпускников пойдет уже обратная связь какая-то, да, может быть, придется менять программу вот этой «Школы будущего солдата». Вот у меня много знакомых ребят говорят, не хочется терять год, в корне неправильная обстановка вопроса. Ну, вы понимаете, это идет, понимаете, колесо инерции остановить очень тяжело, когда были 90-х годы, конец 80-х, помните, все это прекрасно. Ну, как сказать, ну, как вот можно жить в стране, нарушая ее законы, да, и как можно вообще жизнь начинать с кривой дорожки. Я понимаю, многие говорят, вот, мы там сейчас хорошая работа, мы сейчас получаем хорошо, нам бы не хотелось в армию идти. Приходят такие люди к нам с вопросами. Ну, а что будет завтра? Со службой разобрались немножечко. Да, а без службы никуда не пойдешь сейчас. Давайте поговорим о службе по контракту. Задача военного комиссариата и пункта отбора граждан на контрактную службу, на службу по контракту, комплектовать части соединения, где есть необходимость в контрактниках, в специалистах. Что такое контрактник? Контрактник – это, во-первых, специалист, имеющий военноучетную специальность, имеющий опыт в службу в вооруженных силах, имеющий подготовку к этой службе, навыки, знания. Мы, ребят, с высшим образованием предлагаем им прийти, заключить контракт на военную службу, то есть для службы вооруженных силах. Но контракт уже не на три года, как раньше было. У нас первый контракт заключается на три года, а контракт на два года. Эти два года не дают права ему вступить в военную ипотеку, ну а все остальные гарантии и льготы он имеет. А ведь чем различается служба по призыву, по контракту? Тем, что призывники живут по распорядку дня, а контрактники по регламенту рабочего времени. То есть если часть имеет служебное жилье, то контрактникам выделяется служебное жилье, или какие-то освободившиеся казарменный фонд переделывают под общежитие. И он ходит на службу, как на работу. Ну а это опять-таки относится только к тем людям, к тем призывникам, которые имеют высшее образование и имеют знания какие-то, которые необходимы в войсках. Но я сейчас не могу сказать, сколько у нас желающих. Я единственное знаю, что у нас на этом призыве порядка 200 человек имеют высшее образование, которые могут служить в вооруженных силах. Сейчас на данный момент порядка трех или пяти человек уже оформляют документы для службы по контракту. Задача военного комиссариата как раз отправить, предлагать людям те места службы, где востребованы наши контрактники. Они востребованы в частях подразделениях западного округа. Это в основном военно-морской флот, это береговые части охраны. Очень востребованы сейчас контрактники в частях и подразделениях, которые идут на комплектование нового стратегического командования «Арктикомни». Вы знаете по средствам массовой информации, что у нас вот эта территория сейчас стала очень востребована и начала развиваться. Многие рабеют уже, стоя у дверей военкомата, и родители, и призывники. Мне хочется, чтобы вы им сейчас сказали что-то напутственное, что-то хорошее, доброе. Особенно близкие, мамы переживают всегда, даже если служба пройдет хорошо. Родителям я могу единственное сказать, если какие-то непонятные вопросы есть, если что-то хотелось бы узнать, уточнить, милость прошу на нашу признанную комиссию приходить в наши отделы, вам на все вопросы ответы дадут. Работает с нами Рязанское отделение, региональное отделение комитета солдатских матерей. «Барашка» Галина Андреевна возглавляет это отделение. Она тоже доступна, отвечает на все вопросы, помогает родителям в сложных ситуациях. Возобновляется эта поездка по военским частям, где служат наши призывники. Вот недавно у нас отдел, представители отдела Московского железнодорожного округа в Город Рязани совершили такую поездку, где родители и призывники вауче увидели, как живут наши же земляки, призванные в Городные силы. Посетили они достойную воинскую часть от автобазы Министерства обороны. И ни один солдат еще не вернулся оттуда с плохим настроением, послужив год. Плюс очень большое внимание уделяет военнослужащим по призыву правоохранительные органы в лице военных прокуратур, гарнизонов. У нас каждый призывник снабжен, каждому призывнику мы вклеиваем разработанную нашим военной прокуратурой памятку. Со всеми адресами, телефонами горячих линий, именно тех регионов, куда они направляются служить. Поэтому тут бояться не надо. Я думаю, что мы с вами успокоили близких. Хочется все-таки напомнить нашим телезрителям, чтобы они не отлынивали от такой важной и почетной обязанности, как служба в армии. Это была программа подробностей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова